Ум, проницательный взгляд, шарм, тонкий юмор высокого полёта, иногда приподнятая бровь, лёгкое отношение к трудностям жизни и какая-то серьёзность, ответственность мужчины, исключительный выбор и стиль в одежде. Что ещё нужно? Да, это он. Его зовут Роджер Мур. И о нём сегодня рассказ. Роджер Мур. Его настоящее имя Роджер Джордж Мур. Он родился 14 октября 1927 года в Лондоне в районе Стоквелл. Это на юго-востоке. Роджер был единственным ребёнком своих родителей. Его отец был полицейский по имени Джордж Альфред Мур. А маму его звали Лиллиан Лилипоуп. Роджер пошёл учиться в школу Беттерси Грэммер Скулл. Но когда началась Вторая мировая война, он был эвакуирован в Холсворт, в городе Девон. Потом учился в Лаунчинстон Колледж в Корнуэлле, в Уэльсе. И позже в Амершам в градстве Букингэм Шая. После чего Роджер работал в студии мультипликации. Но, к сожалению, а может быть и нет, его уволили за допущенную ошибку при монтаже плёнки. Очередной раз, когда папа Роджера Мура вёл полицейское расследование в доме режиссёра Брайана Десмонда Херста, который был ограблен, Роджера представили Хёрсту. И тот взял его сниматься в свой фильм «Цезарь и Клеопатра» 1945 года. Там Роджер привлёк внимание многих девушек во время съёмок. И Хёрст решил также помочь ему и заплатить за него налоги во время его учёбы в Королевской Академии Драматического Искусства. Роджер Мур там проучился три четверти, где с ним училась будущая известная актриса Луис Максл, родом из Канады. Которая много лет спустя будет играть его секретаршу в фильмах про похождение агента 007 о Джеймсе Бонде, роль Манни Пэнни. Роджер Мур там научился владеть акцентом «Мид-Атлантик» или «Транс-Атлантик», который был в моде в конце XIX века. Акцент английского языка, что использовал высший свет в Англии и в Америке в индустрии развлечений. После окончания Второй мировой войны, в возрасте 18 лет, Роджер был призван в армию. 21 сентября 1946 года он был переведён в корпус Королевской Армии, где стал лейтенантом. Потом служил в Западной Германии. Там он стал присматриваться к актёрам, приезжающим с гастролями в Гамбург. И вот удача! Первым его фильмом стал фильм под названием «Совершенно чужие» «Perfect Strangers» 1945 года. Режиссёра Александра Корде, где он играет с актёрами Робертом Донатом, Дебурой Керр и Глинн Джонс. Следующий фильм «Инцидент на Пикадилле» 1946 года. А в 1949 году он появляется в британской музыкальной комедии «Тротти Тру». Много позже Роджер Мур напишет книгу под названием «Последний оставшийся в живых». И расскажет в ней и отметит, что его первое появление на телевидении произошло 27 марта 1949 года. В постановке «Гувернантка», где он сыграет маленькую роль. Постановка шла в прямом эфире, что было типично для того времени. Потом он сыграл в фильмах, где не был указан даже в титрах. Такие как «Бумажная орхидея» и «Прерванное путешествие» в 1949 году. В начале 1950-х годов Роджер приходит работать в модельный бизнес. Его фотографии часто появляются в журналах. Он рекламирует разную одежду. Рубашки, зубную пасту, водолазки. Одевает на себя костюмы и фотографии получаются очень удачно. Но Роджер внутри себя понимает, что его жизнь – это кино. И он отправляется в Америку. Работает там на телевидении. Участвует в адаптации «Юлия», «Цезаря» и «Черный шифон». А также «Глина королей». Все эти фильмы за 1953 год. В 1954 году кинокомпания «Метро Голден Мэйер» подписывает с ним контракт на 7 лет, где он принимает участие в маленьких ролях. Последний раз, когда я видела Париж в 1954, где он с актрисой Элизабет Тейлор. В этом же году он появляется в фильме «Вор короля» в роли Головореза. В 1956 году выходит фильм «Диана». В титрах Роджер Мур указан третьим после Ланы Тернер и Педро Армендариза, где дело происходит в 16 веке. Роджер Мур играет роль принца Генри, будущего короля. Мур освобождается от контракта с «Метро Голден Мэйер». Компания посчитала фильмы с его участием провальными. Позже Роджер играет юбилей звезды Форда, люкс-видео-фиттер. Настоящим же все-таки его успехом становится его роль Айвенга. Сериал 1958-1959 года. По новелле писателя Вальтера Скотта. Действие происходит в 12 веке. Во время правления Ричарда «Львиное сердце». Там Роджер отдается роли по-настоящему. У него сломано несколько ребер. Кто-то ему умудряется дать тяжелым мечом по голове. Хорошо у Мура на голове была одета каска рыцаря. И это его спасло. Многие трюки он исполняет сам в этом сериале. В период 1959-1961 годов Роджер Мур играет маленькие роли в сериалах. Ну, таких, например, как режиссера Альфреда Хичкока. Хичкок представляет. Он подписывает контракт со студией Warner Brothers. В 1959 году он играет в фильме «Чудо» – «The Miracle». Но роль потом приходит к актеру Дирку Богорту. Очень популярному актеру в Великобритании в те годы. В этот же год он в фильме режиссера Артура Хиллера «Злой молодой человек». В этот же период он играет в сериале «Люди из Аляски». Вестерн, поставленные телекомпанией ABC. Там с ним актеристы Дороти Провинс, актер Джефф Йорк и Рэй Дентон. И это шоу идет один сезон по воскресеньям. Действие разворачивается в 1896 году во время «Золотой олихорадки» в Америке. Потом Роджер появляется в двухсерийном фильме «Джон в 14 каратов» – криминальной драме «Гремящие 20-е годы». После чего Роджер Мур принимает участие в успешном сериале «Маверик», в котором он запоминается зрителю. Там с ним американский актер, исполняя Джеймс Гарнер и исполняющий роль картежного Шуллера. Роджер Мур играет его младшего брата. Сериал сочетал в себе жанры вестерна и комедии. Роджер Мур по-прежнему под контрактом с Warner Brothers. В 1961 году он в фильме «Грехи» Рэйчел Кейт с американской актрисой Энджи Диккинсон. Потом следует фильм «Золото и семь святых», после чего Мур уезжает в Италию и снимается в фильме «Почищение собинянок». В 1962 году у Роджера Мура в кинокарьере происходит настоящий поворотный момент, который предопределит его стиль, его героя в кино. Персонаж, который он будет исполнять, и это увидит весь мир. Этот сериал под названием «Святой» – «The Saint». «Святой» – современное воплощение Робин Гуда. Он крадет деньги у богатых преступников, гангстеров и оставляет награбленное себе. Он способствует тому, чтобы поместить богатых преступников за решетку. Старший инспектор Клод Юстас Тилл понимает, что «Святой вор», но остроумие и очарование помогают ему оставаться неуязвимым. С 1962 года он каждый день приезжает на съемки на студию Баррэхэмвуд под Лондоном. Четыре сезона этот сериал идет в черно-белом, снимается на черно-белую пленку. С 1966 года сериал уже снимают на цветную пленку. «Святой» снимался до лета 1968 года. В нем принимали участие лучшие актеры Великобритании, США, Канады. Личная жизнь В возрасте 18 лет в 1946 году Роджер Морк женится на однокурснице по Королевской Академии Драматических Искусств актрисе Дурн Ван Стейн, которая старше его на 6 лет. Они живут в районе Стритхэм, с ее родителями. Нехватка денег, ухудшающиеся отношения и ее неуверенность в его способностях актера приводят к разрыву. Дурн частенько нападает на него с кулаками. Роджер Морк все достойно терпит и уходит. В 1952 году Роджер Морк повстречал валийскую певицу Дороти Сквайрс. Она старше его на 12 лет. Они переезжают в 1954 году в Америку. Там Роджер Морк заводит в какой-то момент отношения с актрисей Дороти Провин. В 1961 году Морк и Сквайрс возвращаются в Англию. И живут в Саттен-Колфилд, около города Бирмингэн. Сквайрс страдает от того, что у них нет детей. Сквайрс узнает о его любовной связи с итальянской актрисой Луизой Матиолли. Не сдержавшись, Дороти, находясь в комнате с Роджером, разбивает гитару об его голову в ярости. Но Мур, рыцарь, мужчина, даже не поднимает бровь и терпит. Но, к сожалению, и этот брак распадается. Но мало кто знает, что уже в 1996 году Роджер заплатит за операцию, когда Дороти лежит в госпитале. Роджер Мур дальше снимается в культовом сериале «Святой» и живет с новой итальянской женой Луизой Матиолли. Сквайрс освобождает Роджера и подает на развод. В апреле 1969 года в Лондоне, в Кэкстон-Холл, они играют свадьбу с Луизой. Собралось 600 человек. В этом браке у них рождается дочка Дебора и два сына, Джафри и Кристиан. В 1969 году, после свадьбы, Мур говорит себе. «Я не только могу играть персонажа святого, я могу многое другое. Я могу сыграть любого человека», – внутри себя рассуждает Роджер. «Надо выходить на другие уровни и исполнять новые роли». В 1969 году Роджер Мур играет в фильме «Кроссплот. Перекрестный заговор». Криминальная комедия, где с Муром исполняет роль актриса Клауди Ланч. В 1970 году выходит один из лучших фильмов в его кинокарьере. «Человек, который охотился за самим собой». «The man who haunted himself». Фильм-драма с присутствием мистики. Загадка, которую сложно разгадать и в конце фильма. Мур играет Гаральда Пилома, одного из исполнительных и главных инженеров в компании, создающей электронное оборудование для судов и подводных лодок. У него высокая зарплата. На работе его чтут. У него молодая симпатичная жена и двое сыновей. Он живет в своем прекрасном отдельном большом доме на окраине Лондона. Однажды, возвращаясь домой, на машине с ним что-то происходит. Он меняется на глазах. Консерватор во всем. В манере одеваться и вести автомобиль, он смотрит на дорогу искушенными глазами гонщика. Капли пота на его лбу. Он нагнетает скорость. Обходит всех, меняя ряды, нарушая правила дорожного движения, рискуя при этом. А его машина из обычной превращается в спортивную. На момент, не справившись с помехой на дороге, он теряет контроль и врезается в бетонный стол. Пилом при смерти хирурги борются за его жизнь на операционном столе. И вдруг они видят, что на экране прибора пульсируют два сердца. Словно в нем живет второй человек. Будто в него вселился дьявол. Второе я. Но пульсация второго сердца быстро прекращается. Ему спасают жизнь. Он выживает. Выходит на работу. Возвращается к семье. Пилом начинает замечать, что кто-то делает за него то, что он сам никогда не сделал бы. Начальство на службе удивлено. Его скоропалительным решением. Супруга видит, что он стал более решительным, жестким. У дома она замечает новую машину, в кабине которой ладони на руле. Она узнает руки своего мужа. Гарольд Пилом в тупике. Он ищет ответы и не может найти. Гарольд обращается к психиатру. Тот ему объясняет, что у него мания двойника. Мания преследования. Иллюзион де суси, как говорят французы. О немце говорят доппельгангер. Второе я. Выдуманное я. Психиатр предлагает изменить стиль в ношении одежды. Посещать места, где он раньше не бывал. Оказавшись однажды в доме у другой женщины, он не может вспомнить, что прежде бывал у нее. Вернувшись на работу, он видит документы, которые он никогда бы не подписал. Проекты, что он не поддержал бы. Пилом на грани истерики. Сумасшествия. Паники. Словно он находится в лабиринте муки. Позвонив домой, он слышит свой голос, который ответил на его звонок. Что делать? Значит, есть двойник, который занял его место в жизни. Дьявол. Тень. Он. Второй. Близнец. Копия. Концовка фильма великолепна. Не доказав в доме никому, что он это он, Пилом несется в полицию. А его двойник пытается догнать его на загородной дороге. У Гарольда проносится в этот момент вся жизнь. Когда он смотрит в зеркало заднего вида. Он бьет по этому зеркалу. И зеркало разлетается на несколько кусочков. Эти кусочки остаются в этом прямоугольнике. И дьявол смеется ему в лицо. С истевкой смеется. И голос этого смеха разносится на несколько звуков. Будто в несколько человек. А может быть, ему это все показалось? Но не будем раскрывать тайну. Для этого нужно посмотреть фильм. Главную женскую роль, роль его супруги, играет прекрасная британская актриса Хильдегард Нилл. По разрешению Шекспирского театра. Звуковая музыкальная дорожка композитора Майкла Льюиса поражает воображение. Это был последний фильм режиссера Безила Дирдена, который, как это не покажется странным и несколько мистичным, погиб в автокатастрофе на той дороге, где в фильме главный герой чувствует в себе изменения, развивает скорость до предела и разбивается. Как это объяснить? В сезон 1970-1971 года Роджер Мур снимается в сериале The Persuaders, сыщики-любители экстра-класса, или умеющие убеждать, вместе с американским актером Тони Кертисом. Мур играет Лорда Синклера, а Тони Кертис – богатого человека, плейбой из Бронкса, из Нью-Йорка. Соединившись вместе, они выполняют сложные задания судьи Фултона. Сериал наполнен юмором и интересными поворотами сюжета, съемками в разных экзотических местах, красивыми женщинами, влиятельными преступниками. Этот сериал, так же, как и сериал «Святой», не раз показывали в России. Кинопродюсеры Гарри Зальцман и Альберт Брокколи, снимавшие много лет фильмы о похождениях агента 007 Джеймса Бонда, уже давно подыскивают нового актера на эту роль. Шон Коннери ушел еще в 1967 году, вернувшись в 1971 для фильма «Бриллианты навсегда». Так же, как и Джордж Лейзин, пришедший в 1969 году и сыгравший один раз в фильме «На секретной службе Ее Величества». Брокколи и Зальцман, недолго думая, видят, что в родной Англии успешно снимается в кино, в своих фильмах, Роджер Мур, и предлагают ему роль Бонда. Роджер, без сомнений, сразу принимает это приглашение и становится новым Джеймсом Бондом. Третьим. Изящный юмор, проницательный взгляд, элегантный стиль в одежде придает лоск новому Джеймсу Бонду. Мур в выигрышной позиции, не уступая классическому первому Бонду Шону Коннери. Ну, здесь все зависит от мнения и вкуса. Первый фильм «Живи и дай умереть» «Live and let die» снимается в Америке, где Джеймс Бонд сражается с королем преступного мира двуликим доктором Канангой. Он же мистер Биг, распространяющим наркотики в Нью-Йорке, Новом Орлеане и Карибах. За доктором Канангой стоит большой отряд чернокожих преступников. И женщина всегда находится рядом с ним, которая гадает на картах для него. Ее зовут «Солитэйр» «Одиночество». Она помогает предсказать боссу преступного мира все события. Сердцеед Бонд выходит на нее, как всегда очаровав и стан загадочного барона доктора Кананги вместе с плантациями опиума несет сокрушительный удар. Рожер Мур, кроме роли Бонда, снимается параллельно и в других фильмах на тот момент. Так, в 1974 году он вместе с британской актрисой Сузанной Йорк. Он появляется в фильме «Золото. The Gold». Сюжет. После гибели главного менеджера «Золотой шахты» на его пост прочат молодого и рискового рода Слейтера. Он сам рад повышению, но не знает, что махинаторы в руководстве задумали биржевую аферу. На карту поставленных тысячи жизней. В этом же 1974 году Рожер Мур возвращается к исполнению роли агента Джеймса Бонда. Получая задание найти и вернуть секретное оборудование, с помощью которого террористы смогут использовать солнечную энергию как мощнейшее оружие, чтобы помешать Джеймсу Бонду выполнить задание. На него натравливают самого опасного и неуловимого наемного убийцу по имени Скороманга. И этот мерзавец отличается особым шиком, ведь в своей работе он использует оружие, изготовленное из чистого золота. После чего в 1975 году Роджер Мур играет в фильме комедии Нечаянное везение That Lucky Touch с актрисами Сузанна Йорк и Шелли Уинтерс. А в 1976 году в фильме Люди Шедший и под другим названием Сицилийский Крест. Криминальный фильм режиссера Маурицио Лусиди. В этот же 1976 год Роджер участвует в фильме Вскрикни на дьявола Shout at the Devil приключенческий фильм, который был поставлен по реальным событиям прополковника Флина, охотившегося за слоновой костью в Восточной Африке во время Второй мировой войны. Мало кто помнит, что Роджер Мур играл и Шерлока Холмса в фильме Шерлок Холмс в Нью-Йорке 1976 года. В 1977 году Роджер Мур опять в роли агента 007 в фильме Шпион, который меня любил, спасая мир от безумного злодея Стромберга, который разрабатывает план по уничтожению жизни на земле с помощью сверхмощного звука. В этом фильме Джеймс Бонд знакомится с очаровательной русской разведчицей. Вместе они вступают в неравную схватку с негодяем и его преданным слугой по кличке Челюсти Д'Ажаус. В 1978 году Роджер Мур уезжает из Англии из-за больших подоходных налогов, накладываемых на его заработки. Он переезжает жить в Швейцарию и проводит этот 1978 год, навещая свои четыре дома в Монте-Карло, навещает свой дом в Тоскане, в Италии, в Шале, коттедж, в Кран-Монтана, в Швейцарии и дом на юге Франции. Роджер Мур становится также жителем Монако, где принц Альберт Второй делает его послом доброй воли. Не хочется касаться политики, это самое неприятное занятие. От политики, как и от войны, устаешь. Как устаешь от крови жертв смертей. Лучше смотреть кино и наслаждаться. Но если рассматривать взгляды Роджера Мура, то он был консерватором и считал, что консерватизм это путь для Великобритании. Роджер Мур вступает в ЮНИСЕФ, детский фонд международной организации, действующая под гидой организации объединенных наций. В браке с Луизой и Матиоли у Роджера трое детей, дочь Дебора и два сына, Джеффри и Кристиан. Много позже Кристиан станет коренопродюсером. В 1978 году Мур снимается в военной драме «Дикие гуси» про наемников в Африке с прекрасным актерским ансамблем Ричард Бартон, Ричард Харрис, Стюарт Грэнджер, Барри Фостер. В 1979 году он в фильме «Бегство кофини». Приключенческий боевик, снятый режиссером Джорджем Косматосом. Там с ним актеры Телли Савалос, Дэвид Нивен, Элиот Гуд, Клаудио Кардинале. В этот же год он опять играет роль Джеймса Бонда. Сюжет, как обычно, захватывает. За маской добропорядочного миллиардера Дракса скрывается сумасшедший ученый. Он вынашивает безумный план устроить на Земле апокалипсис. И когда на планете не останется ни одной живой души, населить ее выращенными на космической станции суперлюдьми. Фильм под названием «Лунный гонщик» «Мунрейкер». Следующий фильм Роджера Мура называется «Захват в Северном море». Безжалостный террорист Креймер захватил контроль над гигантской буровой установкой и удерживает в заложниках 700 ее работников. В 1980 году выходит фильм «Морские волки». Реальная история совершенно секретной британской военной операции по уничтожению немецких радиосудов в нейтральных портах во время Второй мировой войны. Здесь Мур с актерами Грегори Пегом, Дэвидом Нивиным, Треворном Ховардом, Барбарой Келлерман. Режиссер Эндрю МакКлаглин. Дальше следует фильм «Воскресные любовники», состоящий из четырех новелл, повествующих о любовных похождениях француза, американца, итальянца и англичанина. Здесь с Роджером Муром актеры Лин Авентура, Уго Таньяци, Джин Уайлдер, Лин Ред Грейв. Следующий фильм 1981 года под названием «Гонки-пушечное ядро» «The Cannonball Run». В нем блистательный ансамбль актеров Берт Рейнольдс, Роджер Мур сам, Фара Фосетт, Дом Де Луис, Певец Дин Мартин и даже Джеки Чан. Приз в кругленькую сумму получит тот из участников транс национальной автомобильной гонки, кто первым придет к финишу. Гонки, как обычно, без правил, и участвуют в них самые отчаянные и бесшабашные гонщики мира. Главное стать первым любой ценой. И вот опять Роджер Мур исполняет роль Джеймса Бонда, агента 007, в достаточно удачном, на мой взгляд, в фильме «Только для ваших глаз» «For your eyes only». Здесь он с прекрасной французской актрисой Король Букке. На этот раз агенту 007 предстоит захватывающая дух гонка с русскими коллегами. Дело в том, что британские военные умудрились утопить в Ионическом море абсолютно новое секретное оборудование. Если аппаратура попадет в руки советским разведчикам, это может привести к ужасающим для них последствиям и для самой Великобритании и всего мира. Но это лишь только кино. В реальности все сложнее, все иначе. Наступают 1980-е годы. Меняется мода во многом в кино, в музыке, в литературе, в политике, ну, наверное, и в самой жизни людей. Но мода условна. Роджер Мур не изменяет своему стилю. Он по-прежнему хорош. В 1983 году выходит с ним новый фильм о Джеймсе Бонде «Осминожка», «Ауктопусси». Сюжет таков. При таинственных обстоятельствах погибает коллега Джеймса Бонда агент 009. Чтобы разобраться в этом преступлении, Бонду предстоит прокатиться в Индию, где он встречается с роковой женщиной умопомрачительной красоткой по прозвищу «Осминожка». После чего следует фильм о старшем инспекторе Клузо, самым бестолковым и смешном полицейском в мире, которого многие годы и всегда играл замечательный английский актер Питер Селлерс. В 1984 году Роджер Мур в очень неплохом психологическом фильме «Сорвать маску» «The Naked Face», где он играет психотерапевта. К нему на сеансы часто приходит женщина. Она оказывается женой босса преступного мира. Очень интересный сюжет. Что называется «Посмотрите сами». В 1985 году Роджер Мур играет последний раз роль Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство» «A View to a Kill». Ему становится уже немножечко трудно бегать, прыгать, стрелять, скакать на лошади, драться со злодеями, с могучими и влиятельными врагами. Да и есть и другие роли, другие предложения. Фильмы, где он будет очень к месту. В 1987 году Роджер в фильме «Волшебный снеговик» производства Югославия. А в 1990 году Роджер в фильме «Огонь, лед и динамит». Дела корпорации Сэра Джорджа идут плохо, потому что он любит природу и бережет ее. Он решает исправить положение, завещает свое все состояние фонду, устраивает трехдневные гонки на лыжах, велосипедах, байдарках, машинах и коньках. В 1990 году следует следующий фильм с Муром под названием «В яблочко», где он с Майклом Кейном. Сюжет таков. Два физика сделали открытие в области термоядерного синтеза, если рассказывать кратко. После чего следует фильм «Кровать и завтрак», романтическая комедия, где он с прекрасными актрисами Талия Шайер и Колин Дюхерст. В 1995 году выходит фильм «Умереть во имя» режиссера Билла Кондана. В 1996 году Роджер Мур в фильме «В поисках приключений», где он, уличный преступник, где уличный преступник отправляется на поиски своего прошлого и будущего, отправляется в путешествие на корабле. А Дусею проходит через самые экзотические страны. В 1993 году Роджер Мур разводится со своей женой Луизой Матиолли. Дети Роджера не хотели общаться с папой. Так переживали. Прошло время и они начали общаться и встречаться с Роджером. Матиолли не отпускала Мура в официальном браке до 2000 года. Он заплатил 10 миллионов долларов, чтобы всем было хорошо в семье. Роджер Мур сходится после этого с датчанкой Кристиной Толструп. Она его друг и везде с ним в поездках. В 1997 году выходит фильм Святой с американским актером Вэллом Киллером. Мур появляется в этом фильме. В 2001 году выходит фильм Враг про разработку биологического оружия. Дальше следует малозначительные фильмы на свою весну производства Словения в 2002 году. Путешествие на лодке. Муха, что любила меня 2004 года. И вот приходит Питер Хлопковый Хвост 2005 года. В 2008 году появляется фильм Агент Краш. А в 2009 году фильм Дикие лебеди. Потом Кошки и собаки. В 2011 году Принцесса на Рождество. Официальный рекламный фильм Лондонских Олимпийских игр. В 2013 году появляется фильм Несовместимый производства Монако. После чего в 2016 выходит фильм под названием Сиделка. Последнее появление Роджера Мура было в 2017 году в фильме Святой ремейк, который ни в какое сравнение не ставится с сериалом 1960 годов. Да и нельзя даже сравнивать. Здесь один фильм, а там много-много серий, которые шли с 1962 и 1968 год. Роджер Мур дружил с королевской семьей Дании принцем Ахимом и его супругой Александрой графиней Федерсборг. А также его подругой была принцесса Лилиана из Швеции. Поскольку новая жена Роджера Мура была шведкой, она и представила Роджера ей. В 1999 году Роджер Мур был награжден орденом Британской империи и стал носить звание Сэр. А 11 октября 2007 года через три дня, когда ему исполнилось 80 лет, его звезда и имя была заложена в Аллее Славы в Голливуде в Америке. В 2008 году правительство Франции вручило ему орден искусств и литературы. Роджер Мур ушел из жизни 23 мая 2017 года в своем доме в Швейцарии. Таков этот взгляд на прекрасного актера Роджера Мура. Посмотрите с ним фильмы и вы не пожалеете и хорошо проведете время. С вами был Андрей Кобыш. Спасибо вам за ваше время. КОНЕЦ КОНЕЦ